Самарские новости спорта Открыл летчик Павел Антипов 1-0 Во втором периоде Александр Мухин увеличил преимущество, а хозяева сумели отыграть одну шайбу Но до конца отрезка Артем Сурсов и Руслан Швецов, реализовав еще два момента, казалось, решили судьбу матча 4-1 В третьем периоде саратовцы оказали серьезное сопротивление, однако времени отыграться им не хватило Итог победы ЦСК ВВС 4-3 Самарские летчики сейчас на пятом месте в турнирной таблице В регулярном чемпионате у армейцев остались две домашние игры 4 и 5 марта с лидером чемпионата ХК Ростов Баскетболисты клуба Самара-2 в очередном матче единой молодежной лиги принимали локомотив Кубань-2 Первая половина встречи проходила под контролем хозяев Волжане начали матч с рывка 7-0 и держали соперника на расстоянии 10-15 очков А во второй половине гости подтянулись к самарцам вплотную, затянув их в напряженную концовку Основное время матча закончилось 71-71 В овертайме железнодорожники дожали Самару 79-85 в пользу гостей Встреча 18-го тура чемпионата России по футболу между крыльями советов и московским локомотивом состоится в Уфе На стадионе «Нефтяник» 5 марта в 15 часов по самарскому времени, сообщает пресс-служба Самарского клуба Такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии Под опуску футбольных полей для проведения чемпионата России, которые посетили стадион «Металлург» Поле не удалось восстановить после декабрьских игр в плохих погодных условиях Также стало известно, что обслуживать матч будет судейская бригада из Ростова-на-Дону во главе с Сергеем Ивановым Это все новости спорта к этому часу Больших побед вам! Удачи!